Добрый вечер Как говорится, интернет, интернет, отпусти нас в туалет Приветствует вас создатель инстаграм «Новые русские бабки» 8 миллионов 226 тысяч подписчиков каждому Клавдия Ивановна «Неваляшка-Цветочек» Вконтакте зарегистрированным под ником «Антон Мужиков» В «Одноклассниках» Аристарх Теребунькин В «ТикТоке» Жижа Мой основной принцип Если я вижу смешные шутки в интернете, я не смеюсь Я выдыхаю носом чуть чаще воздух, чем обычно Например, звал миллионок меня в бар Показал мне свой QR Я ему на это дело показала антитело А теперь приветствуем фронт-вумен нашего коллектива Человек, перепрыгнувший через бесконечность Личность, разгадавшая тайны туманности Андромеды и Клея Момент Человек и личность и ученая Доказавшая, что на википедийный человек намного эрудированнее на гугледного Мультимузыкант Полиглот Матрена Ивановна «Белая тучка» Нигма Тульна Мы встречаем в жизни своей много необычных людей Перед вами две необычные Перед вами две рабыни соцсетей Наша почта Матрена Ивановна Нигматулина «Мэйл» Плюс собака.ру Совершенно верно Мучали соседа своего Есть ли, дескать, твиттер у него Он ответил Был В молодости был Уж лет сорок, как его я излечил Были на гастролях в тайге Обещали, будет ЛТЕ Ну, хотя бы 3G На-ка вот держи Только Е там Да и то на сосне Кстати, цветочек, а ты помнишь, как ты на сосну-то лазила? Как? Как карликовый игру Ног Ничего не помню, отстаньте Что ты помнишь? Ах, цветочек, ах, цветочек В завитушках лоб Так смотрела-пы, смотрела-пы На неё Чтобы не забыть свой пароль Клавочка решилась на боль И теперь у ней на груди тату Бабаклава.g.ru Какая боль, какая боль Что-то перепутал мастер Не подошёл в пароль Лошары, мы в Ютубе Лошары, мы в ТикТоке Лошары, мы везде Лошары, даже в караоке Лошары, в Гигабайтах Лошары, в порносайтах Лошары, мы в ВКонтакте Лошары, даже в Инсте Добрый вечер, товарищи! Ну что, вышло в прямой эфир? Вышло в прямой эфир Вопрос так и сыпется Давай будем отвечать, правда, товарищи? Чё отвечать? Тут интимные есть Чё, при всех, что ли? Нам скрывать нечего, правда, товарищи? Вот ведь мой, да? Раньше были люди начитанные А теперь нагугленные Естественно, в интернете, как на том свете Каких-то купырей не встретишь Хотя с другой стороны Если закроют Википедию И в России не останется среднего образования Ты сейчас смеешься, что ли? Да! Пишет Виктор Сотников из Челябинска Договорился с женой День я покупаю продукты День она Так и живем День бухаем, день едим О, из-за границы начали песни? Да ладно Да, пишет подписчик Андрей Калишко Из чешского города Гуско Бабушки, вы не боитесь умереть от коронавируса? Я не боюсь У меня кредит, меня откачают Очень часто спрашивают Ходим ли мы с тобой в баню? Естественно, я вчера была Чувствуешь? Чую-чую Прям гвоздичкой пахнет Благодарю Кстати, я вчера подсказнул звань-то Об тазик башкой Да ты что? Ой, ужас! Искра из глаз Фейерверк из... Но есть положительный момент Песня начала Все тексты запоминаю сразу Так не было Да не было Да не было Играл по радио Я весь текст запомню Хочешь, скажу? Да, хорацузскую хочу Пожалуйста Банкор дэмо Тужур дэмо Лимэ мамо Да леда мать Пьянко дэмо Дэмо фасиль Дэмо фражиль Псететропо Пьетропо Слушай, какая красивая песня Все-таки Кстати, мать Меня недавно внук мой Макарушка Компьютерной грамотности Обучал Открыл компьютер Говорит Бабуль, вот что у тебя На рабочем столе? Я говорю Ну что у меня там Ложки, вилки, ножи Соль, перец Он говорит Да нет Вот здесь На рабочем столе Что ты видишь? Я говорю Квадратики какие-то Он говорит Это не квадратики Это иконки Я говорю Как иконки нет у меня На кухне В уголке стоит Он говорит Да нет Давай выйди из окна Как выйди из окна Седьмой этаж Я жить хочу Он говорит Да не поняла ты Как начал сыпать меня там Какими-то словами непонятными Какими-то терминами Я ничего не поняла Я чуть с ума не сошла А у него там сплошные эти Как их? Пароли, пароли, пароли Пароли Логины, логины, логины И это было Скриншоты, хэштеги, телеги Подписки, отписки, дизлайки И лайки Вся жизнь утекает в онлайн I'm good, I'm fine Ещё раз всем вместе Пароли, пароли, пароли Логины, логины, логины Скриншоты, хэштеги, телеги Подписки, отписки, дизлайки И лайки Вся жизнь утекает в онлайн I'm good, I'm fine Кстати, цветочек А ты знаешь, какой самый главный принцип интернета? Не знаю, какой Я тебе скажу Хорошо то, что хорошо качается Поехали Выходи с опаской Не толпи толпой Не дыши без маски Маской рот закроем Он ждёт Он не спит Слово-то противное Какое куид Задолбало В конец Пошли В удивительной стране живём В стране чудес Нигде в мире нет такого количества экстрасенсов Гадалок, знахарок Вот однажды мне посчастливилось встретиться С одной из таких знахарок Здравствуйте Скажите, не могли бы вы... Я всё могу Не стучи в дверях Или туда, или седе А то из моей энергии утекает А я только хотел попросить А ко мне только похотенье и ходит Изучаешь по-последнему Это вы о чём? А всё о том же Все врачи-рвачи Да нет, погодите А ждать нельзя Раз пришёл к бабушке Оля, значит приспичила А я не к бабушке Я вот к вам пришёл А бабушка-то я А сколько ж вам лет? А сколько раз вам давали по морде за такие вопросы? Я же ему уже пятую жизнь А чё? Пятый раз замужем, что ли, а? Какие же эти мужики тупые Вам это не понять Это реинкарнация Ой, а чё тут непонятно-то? У меня знакомого мужика Жена тоже реинкастрировала Ну, чтобы он за другими не бегал Вы фильм «Тупой» ещё тупее смотрели? Нет Посмотреть вам это нужно Реинкарнация Это когда ты отправляешься на тот свет Возвращаешься А ты уже козёл Да не хочу, я быть козлом Сама знаю, что не хочешь Всё, сейчас я вас лечить буду Это моя стихия А я здоров Это вам только кажется Вон у вас третий глаз какой нехороший Где? Какой глаз? Приседьте Ага Я твою информацию считываю с черепа Вот такой у вас череп Руки вверх Ага Сопротивляйтесь Сопротивляйтесь Зажми ягодицу Да вы что? Я в четвёртой жизни Степаном Ратлиным была Ну, хорошо, что ещё не Чипаева Не старайтесь стричь, это вам вредно Слышите? Что? Слышите? Что слышите? Шелест тела Чего? Шелест вашего Какого? Астрального Ух, какое у вас тело Сухое, как осенний лист Как что? Как осенний лист Вам необходимо вымачивать И только в солёной воде Это что, в рассоле что ли? Причём постоянно Нет, вот постоянно я не выдержу Считайте до тысячи В долларах или в рублях? В тугриках В тугриках Где вы были с пятницы на среду В двадцать часов утра? С пятницы на среду? Да В двадцать часов утра? Да Откуда же я помню? Всё ясно Остропрогрессирующий скеллероз Переходящий Послеродовую горячку Какая послеродовая горячка? Я ж мужчина Это мы ж проверим И проверять не надо Уже сто раз проверяли Ага Значит, подозревали не зря Всё ясно Инпонтент Что? Ну ничего Инпонтент Моя стихия Лечится так Ага Берёшь острый топор И Да ну Ай Пусть вот тут Чтоб не вглазить Смотри-ка, вспыльчивый какой Но ничего Это я вам Невры проверяла Невры моя стихия Сейчас закладил вас От ануреза Анурез? Это ещё что такое? Тут главное Не пить ног горячего чая Почему? Почему-почему Лопнет мочевой пузырь Ноги ошпаришь Что? Что я поняла У вас глаз Я его уберу И к вам вернётся Ваша жена Так она от меня и не уходила А? Это вы ещё не знаете Да как не знаю Как не знаю, как она и не женатая Нет, значит будете Прямо рожу кого захочете Вам приехали в Урченко Соображайте быстрее А то из меня энергия утекает Зачем они мне нужны? Они же обе старые Вам их что, варить что ли? Я с ума с вами сойду Я вас ответы выворю Мне моя бабка секрет передала Берёшь стакан своей мочи И на торчах выпиваешь А съесть ничего не надо Нет Это как рвотная история И чтобы волосы лучше росли Вам не намазать? Вот Стул скорее, стол Сейчас ты молчал За поводу стула Фиорейты мои стихи Берёшь анилиновые красители Да вы всё перепутали Запор что ли? Ну с этим придёшь завтра В это же время Ну учти Я больше всего Не терплю опоздунов Кого? Тебе что-то не нравится, да? Ну тогда считай, что Я не терплю опозданцев Опозданцев? И не смей мне возражать Иначе ты сюда не езду Всё! Всё, всё Ни звука, ни слова Ну я ваш новый сосед Я к вам за солью пришёл Понимаете? За солью А вы? Ах, соседи! Ну как не хорошо получилось Ну соседи это неисправимо Такую порчу снять нельзя От соседей Вся энергия утекает Пошёл! Ой, девчонки! Сейчас одну историю расскажу Кстати, Измайл всё это написал Поэтому я ни при чём Оказывается Чтобы жить с мужем Долго и счастливо Многие годы Надо каждый день Устраивать семейные скандалы Скандал! Это залог семейного счастья Например Он говорит тебе Дорогая Я умираю От любви к тебе А ты говоришь Я тебе умру Ты проживёшь со мной Долгую, счастливую Полную мучений Жизнь Всё Скандал на пару часов Но зато Когда потом Помиришься Ой, какой кайф Как ведёт себя Умный мужчина? Раннее утро Жена просыпается Говорит Дорогая Я сегодня выгляжу не очень Он говорит Дорогая Ты выглядишь очень Даже очень Но я так понимаю Что скандал всё равно будет Моя бабушка Дала мне совет ещё до свадьбы Никогда Не угрожай мужу разводом Не давай ему даже надежду на свободу И когда её муж заикнулся о разводе Она показала ему на двух руках Девять кукишек Ох, как любила Я считаю Что скандал должен быть Обязательно бурным Чтобы потом было приятнее мириться Мы однажды с мужем Друг на друга так орали Что прибежал сосед снизу Говорит А по какой программе Такой хороший боевик показывает Я у своей подруги спрашиваю Вы часто с мужем ругаетесь? Она говорит Мы вообще не ругаемся Я говорю Как это? Она говорит Мы сразу переходим к драке А вот У одной пары Была золотая свадьба И корреспондент спрашивает У юбиляра Как вам удалось Прожить с женой столько лет И вы при этом Прекрасно выглядите А юбиляр говорит А мы сразу договорились Как только она начинает скандалить Я тут же ухожу из дома Вот так 50 лет провёл На свежем воздухе Главное найти зацепку Главное найти зацепку Например Ты ему говоришь Я весь день Я весь день кручусь Как дура в колесе Он говорит Не дура А белка Да? У белки шуба есть А я дура Коля Ты не забыл Что завтра Ровно 15 лет Как мы с тобой поженились Нет, Катя Не забыл Но я тебе это уже простил Коля Меня беспокоит Высокий уровень Холестерина В твоей крови А тебе-то что? Как-то что? Я же её пью Но учтите Что некоторые скандалы Могут привести К криминалу Спальня Час ночи Жена говорит Миша Давай с тобой поиграем В ролевые игры А? Как будто я девушка По вызову Ты меня вызвал? Я вот пришла Стою Он говорит Наташа А можно сначала На всех посмотреть? Скандал Или вот Пьяный муж Подобрал на улице кота Пришёл домой Дверь открывает жена Муж говорит Смотри Это обезьяна Из джунглей Какая-то обезьяна Это же кот Муж говорит Не мешай Я с котом разговариваю А вот Муж говорит жене Слушай После свадьбы Тёща обещала Подарить мне Порш Каен Жена говорит Да ты не понял Борщ и хрен Или вот Дочка звонит Маме Плачет Говорит Мама Мамочка Мамуленька Ну ты представляешь Всего две недели После свадьбы Прошло А муж хочет секса С двумя женщинами Мама говорит Не волнуйся доча Скажи Я сейчас подъезжаю А вот Пьяная жена Пришла вечером домой Муж ей перед носом Машет будильником И кричит Где ты была Где ты была Она говорит Не ори А то в следующий раз Календарем Махать будешь Он так заорет Что ты сказала Она ему так резко А теперь стих Он обалдел Говорит Какой стих Она говорит Стих Это глагол Сел и стих Придурок Тысячи ученых Годами Ломают голову И никак не могут понять Почему мужу Изменяет жена Все очень просто Рассказываю Жена Изменяет мужу Всего лишь в трех случаях В трех А Если он плохой Б Если он хороший В Если он не то не сё Все А детский вопрос Чем не повод Для скандала Ты кого привел Из детского садика Как ты кого Доченька наша Уже подросла Оформилась Песенки поет Веселая такая Козел Разуй глаза Ты же привел домой Пьяную воспитательницу Ой Ты знаешь Как-то говорю ему Дорогой Мне кажется Я тебе послана Судьбой Думала После этих слов Он на колени встанет Руки мне целовать Начнет Он говорит Мне тоже так кажется Только вот я не знаю За какие грехи Я говорю Что ты сказал Он говорит Не кипятись Остынь Я говорю Ах остынь Ты еще моей смерти Хочешь Да И понеслось Я Столько лет О тебе заботилась Когда ты чуть не умер Я тебе суп варила Он говорит Ты ничего не путаешь Ты сначала мне суп сварила Потом я чуть не умер Я говорю Ааа Значит я плохо готовлю Он говорит Ну не могу сказать Что хуже всех Но когда я на тебе женился Я думал Ты будешь готовить Как моя мама А ты пьешь Как твой папа А вот Два мужика встречаются Один другому Говорит Слушай Ну я прям не знаю Ну я не знаю Что делать Ну моя прям Скандалит Целый день Вот день за днем Он говорит А что такое Вот что такое Вот как только я приду Пьяный Она сразу меня Скалкой бьет По башке Он говорит Слушай А ты на голову Кастрюль Надень и все Через день встречаются Он говорит Ну что попробовал Он говорит Ага Ты знаешь Так классно Она в этой кастрюле Вообще ничего не видит Эх ты скандала Дорогие девочки Скука смертная А тут наорешься Посуду поколочешь Разрядка Он мне во время скандала Говорит Слушай Может тебе съездить Куда нибудь А Я говорю Куда За границу Он говорит Не в ухо Ну и тут же Сразу получил Куда назвал Я считаю Что замечательный Повод для скандала Ревность Вот он сидит Уткнувшись в телек А там какая-то Певица Поет Дурным голосом Ты ему говоришь Что ты уставился На эту вешалку А У тебя с ней Что-то было Галя Разуй глаза Что у меня могло быть С Сергеем Зверевым Вот говорят Что главное Это погода В доме Вот почувствовала Что муж Стал смотреть налево Тут же затевай Скандал А если нет Никакого повода Тем более закатывай Прям садитесь Друг напротив друга И говорят Ты что на меня Уставился Он говорит Ничего Смотрю И все Нет Не все Ты меня со своей Любовницей Сравниваешь Да С какой Любовницей С какой С той самой Дальше Гениальная фраза Которая мне Вчера приснилась Или вот Четыре часа утра В спальне Муж спит Жена не может уснуть А он храпит А она ворочается Потом говорит Коля Коль Он говорит А Он говорит Коля Скажи Что ты любишь Меня больше жизни Он говорит Ага Коля Скажи Что любишь Меня больше жизни Он говорит Хорошо Люблю тебя Больше жизни Без хорошо Просто скажи Что любишь Меня больше жизни Он говорит Да Люблю тебя Больше жизни Врешь Не вру С тех пор Как я на тебе Женился Я эту жизнь Терпеть Не могу Потом Говорит Вот Несправедливость Одному Галкину Повезло Его жена Никогда Не скажет Что он ее Молодость Сгубил Вот говорят Что брак Держится На терпении Глупости Брак Держится На нетерпении Когда не терпится Увидеть Обнять Накормить Поругаться Быстренько бежать В спальню Мириться Брак Держится На любви Как и все В этом мире Да Иногда Хочется Дать Сковородкой По башке Но любя Умирай Я вам говорю Я вам говорю Ну дорогой Ну что вы говорите Слушайте Вы где эти слова Произносите Вы куда пришли Мне стыдно Вы где находитесь Вы же не в какой-нибудь Бесплатной больничке Вы находитесь В частной Клинической больнице Имени Ложади Пржевальского Лицензия 367 Глаз 4 Глаз 16-15 Что вы У нас вы Никогда Не умрете Спасибо Спасибо Доктор Пока Не рассчитаетесь За что? Ну как за что Ну во-первых За каталку Подождите Какую каталку? Я сюда своим пешком пришел Дорогая Ну это же сюда Обратно вас повезут Еще неизвестно В каком виде Так что у нас Махенькая предоплатка 15 долларов 15 долларов? А на что у вас Это каталка На 95-м бензине Отсюда до выхода 10 метров Да, дорогой мой Но это же по прямой Понимаете? А вот санитар Который увозит Он раньше таксистом был Представляете? Мерзавец Камрин Он приедет на каталку МНС-счетчик И возит всех по кругу Понимаете? Подонок 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 Его уволите? Увольте Ты уволен Подонок Правильно Подонок У нас все для клиента Не волнуйтесь Не волнуйся И знаете что? Я хочу вас предупредить Давайте мы договоримся Значит или мы лечимся серьезно Что значит серьезно? Ну я Ну хотя бы долларов на 300 Или я умываю Ну вот эти вы поняли Я умываю Руки Лечитель собрался Даже не знает Как части тела называются Мне не надо Смотрите Вон у меня плакат Видите? Человек в разрезе Видите? И на каждом органе Своя цена за лечение И вот эти вот Как вы их назвали? Руки И вот именно вон они По 20 долларов Понимаете? Так что Или мы лечимся серьезно Или я эти по 20 долларов Умываю Садитесь Да Вам вообще Не мешало бы их побыть В любом случае Зачем? Микроб живет 4 секунды Все болезни от чистоты Да не волнуйтесь Дорогой мой Не волнуйтесь Мы вас быстренько поставим На эти Как их По 30 долларов На ноги? Да Спасибо доктор За скидочку На плакатение у вас по 40 Дорогой мой Ну там же они прямые А у вас Ну сколько будет стоить Пара колес на еще б.у. 30-ка не больше Что же у нас? Совсем совести нет Ну давайте Ложитесь на кушетку Стоп доктор Вы мне сразу скажите Сколько мне это будет стоить? Использование кушетки? Да Это ерунда 25 долларов 25 долларов? Да Ты чего ж так долго? Пусть ваша Лучше я С вашей Зиной Полежу на день Дорогой мой Подождите 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 Что-то мне ваши нервишки Не нравится Что? А ну-ка сядьте ровно Одну за 30 На другую забросьте А ну-ка Сейчас мы ее Ха! Ха! Ух как подскакивает Ай-яй-яй-яй-яй А ну-ка закройте Оба По 5 долларов Закройте Так Выйдите Вперед Эти вот Как их все время Забываю По 20 Ну Ух как дрожат Ай-яй-яй-яй Скажите А вот это вот В груди За 90 долларов Не покалывает? Покалывает Покалывает Особенно Если я пробежусь Знаете По 30 Сразу начинает Покалывать За 90 По 90 Да Да И Потом Вот здесь Ёкает За 29 Да За 29 Ёк-ёк-ёк-ёк Ёк-ёк-ёк Особенно Если передать По 80 Что по 80 Где вы видите На плакате Что это по 80 Не на плакате А по 80 Это кжелка В рублях О, дорогой мой У меня такое впечатление Что вы грипп Перенесли на этих По 30 Я? А ну-ка Подышите Этот За 24 Не заложен Нет такого На плакате Ну как Это нет Вот же он Вон Вон Видите Внос Так он у вас Там по 6 Дорогой мой Ну ваш рубильник В 4 раза больше Ну смотрите 6 и 4 24 6 и 6 36 6 и 8 Сколько будет? 12 Правильно 68 Видите У нас в математике Все в порядке Ну давайте Вставайте Поднимитесь 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 Голова Не ну Это фантастика То на чем я сижу Вы оценили В 60 долларов А это всем Из каких соображений? По степени важности Для данного организма Что тебе платная Поликлиника Что бесплатная Все равно тебе Нахамят Оскорбят Минуточку Это что это Я вам оскорбил? Я бы посмотрел на вас Если бы вам Это Оценили всем Долларом Так по-твоему Я хам? Да Хам Вот ты вали отсюда В свою бесплатную Поликлинику В районную Понял? Я посмотрю Сколько ты после этого Протянешься Убери свои за 20 И закрой свои за 5 Закрой за 18 А ты как дам За 3 За 5 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 О Зинаида О моя девочка Я сгораю от любви к тебе Ты прекрасный цветок Распустившийся на грядке моего вожделения Ты сочный персик Созревший на плантации моей страсти Ты нежная бабочка Запутавшаяся В паутине моего сладострасти Ам Че он говорит? Ой Я аппарат не включила Вот теперь слышу Я говорю ты Бобер Прохор Построивший хатку В запруде моей любви Ты Моль Проевшая дыру В моем пылком Сердце Прохор Я так понимаю Тебе очень нужны деньги Зинаида Как ты могла такое подумать Чтобы я Прохор Шаляпин Женился на богатой старухе Ради денег Ммм Я пленен твоей красотой Моя девочка О, как я люблю эти глаза Такие же бездонные Как твои нефтяные скважины Как я люблю эти волосы Такие же многочисленные Как акции Газпрома В твоем инвестиционном портфеле Как я люблю эти щечки Такие же круглые Как твой счет в швейцарском банке И как я люблю этот бюст Такой же огромный Как твоя квартира на Арбате Я так рада Что нравлюсь тебе Чисто за внешность Обычно меня любят За мои дома Квартиры и бриллианты Какой ужас Какие негодяи Призренные альфонсы Господи, у нее еще и бриллианты Зинаида Я прошу тебя стать моим спонсором Моей женой Моей путеводной звездой Я хочу разделить с тобой Все твое имущество Твою жизнь Твой каждый счет И каждый вздох Капец ты романтичный чел Хорошо Я выйду за тебя замуж Но При одном условии Да-да, моя крошка Любые условия Завтра ипотеку платить Как ты относишься к детям? Я обожаю детей Я их просто обожаю Потому что если бы я не стал певцом Я бы стал нянечкой в детском саду Я обожаю с ними петь Играть, танцевать Я готов целовать их розовые пяточки Это прекрасно Сейчас я познакомлю тебя со своим сыном Артемка Артемка, иди сюда Мама Ну я уже взрослый Мне 58 лет Там у Якубовича 100 очков на барабане Ну что такое? Он такой азартный Да Артемка, познакомься Это мой новый избранник Дядя Прохор Дядя Прохор Да, мальчик Дядя Прохор Мама Можешь я буду называть его папа? Конечно, сынок Теперь ты с ним можешь Осуществить все свои Невзбывшиеся детские мечты Ага Проша А что ты там говорил Про розовые пяточки? А может быть мы лучше во что-то поиграем, сынок? А точно Давай поиграем, знаешь чего? В цирк Во, я буду кидать в тебя дротики Нет, подожди, подожди, сынок Но мне кажется, что кидать дротики это скучно Давай поиграем, например, в индейцев Точно, давай ты будешь моим мустангом А я буду снимать с тебя скаль А, сынок, подожди, подожди, сынок Мне кажется, это какая-то не очень добрая игра Давай поиграем, например, в добрые русские сказки Да-да-да А давай А, идолище поганое Отведу силушки, богатыр А, Каще, я знаю Смерть твоя в яйце Стоп! Тут и сказочки конец А кто слушал, молодец Сынок, я придумал Давай мы с тобой будем танцевать А, а давай Я, знаешь, люблю матросский танец, мам Помнишь, яблочко, да? Особенно, когда по ногам лупить Музыка! Ай, сынок, сынок, сынок Ты что, сынок, осторож Сынок, стоп, стоп, стоп Минуточку Сейчас мне смс-ка пришла Сейчас, одну минуту Уважаемый клиент Если вы не внесете платеж по ипотеке Сегодня до 18.00 Вы подлежите выселению из квартиры Артемка, сынок Давай, поехали Эй! Оп, оп, оп О, хорошо Ой, папа О, хорошо Баба, быстрее Эй! Все! Хватит! Хватит! О, Господи А знаешь что, Зинаида? А пошла-ка ты в баню Вместе со своим Артемкой Ничего, выплачу я сам как-нибудь эту ипотеку На завод пойду работать Дальневосточный гектар возьму Картошку сажать буду Да что угодно Только бы тебя И вот этого твоего Артемку 58-летнего Никогда не видеть Вот так Прохор У меня один вопрос А где ты найдешь Постарше и побогаче Да Доминута 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 Слушай, петухову-то в субботу Пятьдесят Надо что-то дарить Но он для нас столько сделал Ну да Тем более дата круглая Да Рублей на пятьсот надо Не меньше Да ты что Ну ему ж Пятьдесят исполняется А не пятьсот Нет, ну я не знаю А что ты сейчас На пятьдесят рублей купишь-то? Ну а зачем покупать? Вон у нас Английская Виски Уже четыре года стоит Пить невозможно Гадость А бутылка солидная Да Но такая бутылка И без виски Рублей на триста потянет Дорогой подарочек Получается Не хочешь? Давай через силу Отопьем половину А чаем Дольем Ну чтоб цвет Соответствовал Ну ты что Он же в виске Разбирается Устроит потом Скандал Мол Налили чаю Да Есть ведь Неблагодарные люди Ты ему даришь А он потом Нос воротит Слушай У меня ж Рубаха итальянская С этикетками Валяется Ну ты мне на Новый год Дарила Все равно она мне Мала На шесть размеров А ему что Налезет Это его проблемы Нет Ну он же крупнее тебя В два раза И вообще Вещь то Хорошая Может еще самим пригодится Ты вон как раз Худеть собрался Вообще я За нее Триста рублей Заплатила Как триста Да я В гипермаркете Точно такую Гораздо дешевле видел За сколько Неважно Нет За сколько За двести Девяносто Девять Ну что ты мне голову-то морочишь А Скажи лучше что Петухову-то дарить будем Вот Вроде все что есть Самим нужно Слушай Давай ему Книгу подарим Книга лучший подарок Да А какую Из пяти Золотую коллекцию Сказок что ли Да ты что Это ж моя Любимая Давай ему Книгу Кулинарных Рецептов Подарим Ну ты сказал Но он же не Женщина И вообще Он в лучших Ресторанах Обедает Ну хорошо Давай что-нибудь Из твоих Кинороманов Санта-Барбара Нет Богатые тоже плачут Нет Рабыня Из-заура Классику Не трожь Святое Ну хорошо Хочешь Давай ему Сигары Отнесем Которые нам На свадьбу Подарили Но Они же Воняют Чем Ну Этим Каким Бомжом Что ты такое Говоришь Ничем Они не воняют Если их Не курить А он Как раз Не курит А если Закурит Да От него Всего Можно ожидать Слушай Открытка Открытка Это у нас Уже есть Откуда У тебя На работе На новый год Дарили Ну она Ж подписана Она подписана На второй половине Я ее Уже Отрезал Нет Ну там же написано С Новым Годом Ну и что Юбилей 50 лет Это как раз И есть Начало Нового 51 года Ну я Конечно Не знаю Но На мой Взгляд Одной Открытки На 50 лет Мало Ну давай Ему еще Шоколад Французский Подарим Да он У нас 8 лет Уже Как лежит Ну мы Ж его Не ели А жене Цветы Подарим Твои вон С дачи Еще не засохли Водой Сбрызнуть И как живые Подожди Так это же Он нам Его и дарил Шоколад Да 8 лет назад Угу Так там же Срок Годности 10 лет Как истек Просроченный Гад Дарил Ну до чего Ж люди Жадные Пошли Ну ни стыда Ни совести Знаешь что Решено Дарим ему Шоколад А если он нам Опять его Потом подарит А мы ему Ты пойми Что главное Не подарок Главное Внимание Если будет звонить моя жена Скажу что я на совещании Пип 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 Ого Сы В чем дело В чем дело Говорю что вам нужно Здрасте Матвей Альбертович Здрасте Моя фамилия Нюхер 2Х И что вам нужно Нюхер Господин Господин 2Х Нюхер Судя по резкому Запаху Кортизола Вы сильно Напуганы Это чем Не переживайте Я из Непроверяющих Органов Кофе у вас Отвратительный Просто Не знаю Кофе О чем вы говорите У меня нормальный кофе Таких нет Голопогодской Самый дешевый Немного запресневелый Хранился на складе В районе хамовников Характерные нотки Выбросов Местный ТЭЦ Готовила кофе Понятно Секретарша Нина Запах крема Шелковой пальчики Правильно А вот За что же она вас Так ненавидит Ненавидит Она плюнула В вашу чашку Чувствуется Эссе Оттенков Помады Поддутые губки И элементов Яда Гремучей змеи Вам что надо Что вам надо Спокойно Давайте катитесь Что вам надо Я говорю Спокойно Я сейчас все объясню Ваша супруга Нонна Модестовна Наняла меня Для разнюхивания Некоторых ваших Амурных похождений И не зря У меня Абсолютный нюх Нонна Модестовна Повещала мне Сто тысяч Но если вы дадите больше Знаете что Давайте катитесь Отсюда Вам ничего Все равно Не разнюхать Давай Давай Думайте Сядьте Я вам сейчас Все расскажу Ведь вы сюда Матвей Эльбертович За рулем приехали За рулем Правильно Да А вас не менее Одного и трех промилле Алкоголя Вот как так можно И это даже хорошо Улавливаться через Амбре из лаврового листа Подсолнечного масла Мороженого Кефира Бараньего бульона И жвачки Мятной Как так может Это само по себе Преступление Не убедил Нет Ну идем дальше Вот рубашечка ваша А че рубашечка Че рубашечка Вы думаете что Она итальянская Да Она из Италии Пошита в деревне Чхуань Ахчуань Только там используют В качестве приправы Для китайской лапши Разновидность местной травы Сунь-дунь-плюнь Господин Давай-давай-давай Давай-давай Парфюмчик ваш Не могу переносить С невозможным Если вы хотите Я уйду Я уйду И тут же доложу Вашей супруге Где и с кем Вы были вчера вечером Стоять Я понял Где и был вчера вечером Ну сначала В японском ресторане Сакурушка Там вы пролили На рукав сакэ Да? На другой И самое главное Вы были не один А в обществе Пахнущей духами Шашнель номер пять Дамы Которая обвивала Вашу шею рукой Да никто у меня не обвивал Да конечно Никто не обвивал А жена? Да жена вообще ничего не унюхает Никак Не унюхает А это потому что Шею-то вы вымыли В фонтане В полчетвертого утра Вот он аромат Испуганных уток А запах Духов шашнель номер пять Он остался на вашем галстуке Галстук И где видите галстук? О чем вы говорите? Галстук Потерялся В пять сорок утра На вокзале Когда вы съели шаурму И не нашли салфетку Ну и разыскал Разыскал По горячим следам Вот он Ваш Вещественное доказательство Между прочим А позвольте Ваш кроссовочек У вас дома кот И он вас не уважает Но это к делу не относится Куплены кроссовочки Явно на Бали Да какие Бали? В Риме Какие Бали? Матвей Альберч Ваша любовница Ангелина Которую вы отправили С подругой Отдыхать в Италию На самом деле На эти денежки Поехала с бойфрендом На Бали Где и купил эти кроссовки В Дутифри Аэропорта Наспех Перед отлетом Вместе с шампанским Мадам Сулико Вот стерва Но это еще не все Я вот ощущаю Около вашего сейфа Запах того же самого Шампанского Мадам Сулико И что-то мне подсказывает Что Ангелина Как-то узнала Кот И пока вы спали На лавочке в парке О чем говорит Запах краски Курилла Керри Курилла Вытащила из вашего сейфа Всю наличность Проверьте Проверьте Вот стерва Здесь действительно пуст Все вытащила А я ради нее Бросил секретар Вытащила все Хотя Вот Можно купюрочка Ух ты Чего Вы думаете Деньги не пахнут Еще как пахнут У этой купюры Интересная история Ее путь начался На Кармановых островах В центре офшорных дел Ее долго отмывали Дальше Отмытые денежки Попали на бетонный завод Запах цементного раствора Замок из песка Вам хорошо известен Заводник-то Забирались закрывать За нарушение А он почему-то до сих пор пылит Не знаете почему Нет? Нет И получается Матвей Берт Что эти вот Пахучие денежки Взятка Вам Чиновнику Придется видимо Звонить Не только вашей супруге Подождите Подождите Господин Нюхач 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 Скажите А сколько будет стоить Молчание Одну минуту И место вашего завестителя Ну как? Согласны? Ну Отлично Ну да Ну да Ну что Оформляйте Оформляйте Каковы мои гарантии А Ну если вас устроит Честно слово Бывшего гаишника 20 лет А я то думал Откуда у вас такие Это да Ну подождите Я пойду Познакомлюсь с коллективом Принюхаюсь Оформляйте Ниночка Позвоню Отдел кадров Пусть Оформляет Господина Нюхера В срочном порядке Хорошо Матвей Альбертович Может быть Кофе Нет Нет Не надо Тут к вам Посетители Господин Слухер И господин Смотрюхер Нет 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 Не надо Не надо Не надо Пусть Сразу Идут В отдел Кадров Плевать Друзья мои Представим Вечер Встреча Она И он Ох Женушка моя Дорогая Здравствуй Птичка моя Ну Что принесла В клювики Как опять Ты мне мстишь Да А за что Мы же вроде Квиты Ну Давай еще раз Вспомним Как было дело Давай Мы поехали В лес На шашлыки Ты пошла За хворостом Я за мясом Когда смотрю Ты бежишь Как угорелая Я еще подумал Наверное Проголодалась А бежишь Ты как-то Зигзагами И глаза Впереди тебя Бегут Последний раз Ты так бегала На даче Когда дедушка Улей перевернул Я раньше И не думал Что люди Могут так быстро Бегать На четвереньках Присмотрелся За тобой Гонится Кабан Красавец Клыки Полметра Тебя Всегда Везло На самцов Ты можешь Спросить Почему я залез На дерево И я тебе Отвечу Понимаешь Я не хотел Вам мешать Твой кабан Ты Разбирайся Почему я не бросился На помощь Я засмотрелся Как грациозно Ты перепрыгиваешь Через деревья Почему последняя Олимпиада Прошла без тебя Ты бы выиграла Прыжки с шестом Даже без шеста А как ты пыталась Обмануть кабана Помнишь С места Сиганула в дупло И притворилась Кукушкой Ты куковала Ровно час Интересно Кабан Поверил Что он Столько Проживет Дорогая Я отнес К тебе Много талантов Раньше Я думал Что наш Слесарь Петр Фомич Непревзойденный Мастер По нецензурной Лексике Раньше Я думал Помнишь Когда ему Прищемило Пальцы Трубой Ты помнишь Что часовой Монолог В котором Самыми Приличными Были Предлоги Вы И На Так вот Зайка По сравнению С тобой Он просто Мальчик Законил Затекли Нет Тебе Было Мало Ты Вырвала Пень И Метнула СМЕХ Кабан Пригнулся А я Не Успела СМЕХ И Пятый День Приносишь Зараза Орехи Спасибо У всех Соседи Как соседи А у меня За стеной Женщина Кричит Фу На место Я думал Она собачка Это она мужу Сама Села На диету Его Посадила А зачем ему диета Если его ветром сносит Когда он по улице идет Недавно ветер был Его к соседке На балкон занесло Соседи На восьмом Режиссер Сериалы снимает Поэтому же не соображает Ничего В день Со мной Двадцать раз Здоровается Я ему говорю Что вы меня Не узнаете что ли Он говорит Почему Узнаю Ну думаю Что вас много Жена у него Топ модель Худая Как прутик Как он ее В квартире Находит Я с ней в лифте Ехал Она мне на восьмой Я глядываюсь Никого нет Испугался Спрашиваю Вы где Она говорит У вас за спиной Соседи Седьмой супруги Серебряную свадьбу Справили А то что он Эти двадцать пять лет В тюрьме Просидел Все молчат И советую Жене Так же счастливо Прожить еще тридцать А это Фифа С третьего Спрашиваю Муж то где Она говорит Он в командировке Нефть ищет Я говорю Он ее уже нашел Она в соседней башне живет И зовут эту нефть Нонна Петровна Соседи На пятом Милиционер В ГАИ работает Напился Недавно Стал лифт Всех проверять Где аптечка Почему ремень Не пристегнут За час Набрал больше Чем профессор За месяц Зарабатывает И главный В форме стоял Спортивные Трусы Майка В руке Жезл Соседи На втором этаже Интим салон устроили А участковый Говорит Что каждый день Туда лично заходит И ничего подозрительного Не замечает На седьмом Причинде Записал свое имущество На жену и тещу Судебные исполнители Пришли описывать А он говорит Это не мое А не ушля Жена и теща Говорит Это не твое И пинка ему Соседи В двенадцатый Студент Хакер Перевел из какого-то банка На свой счет Сто тысяч Сказал Что это теперь Такая стипендия Дед поверил В этом году Хочет в МГУ поступать Хотя кончило Пятьдесят лет назад Кретины Одному предложили Сфотографироваться И деньги заплатили Он обрадовался А потом идет По улице Мой плакат Его лицо И надпись Осторожно Спит А он теперь Боится на паспорт Фотографироваться Проще жену До себя сходить На двенадцатом Певец Без фонограммы Здрасте Не скажет Машину у него Угнали Он в милицию А там говорят Мы теперь тоже Под фонограммой Работаем Включили магнитофон Записью Подъезжающей машины Говорят Слушайте Нашли Они пошутили А он в обморок Соседи Бизнесмен Только из дома Выходит Мужик с первого этажа Ему на встречу С пустыми ведрами Бизнесмен Два дня терпел А потом стал По сто баксов Платить Мужику показалось Что сто мало Он пошел опять Вернулся с ведром На голове И понял Что сто много Соседи В двадцатой квартире Знах Лечит всех травами И все говорят Что им помогай Потому что он травы Нас ставит на лодке И прописывает Пить Три раза в день По стакану А на одиннадцатом Мужик даже В поликлинику не ходит Его жена Лечит наложением руки Как у него Что заболит Она ему руку накладывает Только при этом Сильно размахивается У него глаз Подбит На лбу шишки Но как только Жена к нему приближается Он кричит Что чувствует себя хорошо А хромает Потому что пританцовывает От счастья Вот такие у меня соседи И если бы не я Ни одного порядочного человека В доме Не было бы Сегодня я хочу предложить Вашему вниманию Калаш Собранный из истории Которые улыбнули меня За истекший период Называется он Очень просто Живя в эпоху информации Мы ловим все Ее вибрации Бывают в жизни ситуации С очень забавные С очень забавной информацией Мужик Мужик испугался Он говорит Он говорит Комбай Бывают в доме Бывают в жизни ситуации С очень забавной информацией А бывают Мужик испугался Мужик испугался Улыбается всего 7 раз Представляете Всего 7 раз А сколько в день улыбается Женщина Целый день Целый день это уже дура Это извините Уже диагноз Улыбаюсь Я бывает Не по делу Я не знаю Состояния Покоя Ничего Я не могу С собой Поделать У меня Строй Не черепа Такое Но как показывает практика Женская улыбка В любом случае Она вдохновляет Она Окрыляет Она Обезоруживает Кстати Обезоруживают Еще и женские слезы У меня Тетя Она Если честно Она Постоянно на слезе Вот постоянно На слезе Очень слезоточивая Женщина Очень слезоточивая Прозвище Знаете какое Ниагара Я говорю Роза Бонифатьевна Кстати Роза красива Правда Имя Ну Бонифатьевна Отчество в честь Папы Николай Я говорю Роза Бонифатьевна Я говорю Можешь вам с вашей Слезоточивостью Сходить как у листа Над Геночкой Наивняк Че ты понимаешь Слезы это женское оружие Мой Альбертик Когда я плачу Он вообще На все готов Недавно я Наревела себе Шубу Новую Из мексиканского Тушкана Да Мамина рыдала Всего за месяц Новый кухонный комбайн А вот дачку Пришлось выплакивать Долго Где нибудь Годика полтора Кстати Слезы Они выводят Из организма Канцерогены Они промывают Слезные протоки И увлажняют Глазные яблоки Я говорю Роза Бонифатьевна Когда вы Увлажняете Ваши яблоки Там такая Антоновка Даже я На все готов Ну в общем Как сказала Тетя Роза Секретное оружие Это слезы И если муж От ваших слез Терзается То слезный краник Там вообще Не закрывается Бывают в жизни Ситуации Секретной Женской информации Кстати У меня на эту тему Есть хорошая история На сайте Женские секретики Одна женщина пишет Девочки А правда Если ночью Пока ваш Благоверный спит Взять его Мизинчик Аккуратно Двумя пальчиками И сжать И спросить Ты мне изменяешь Он все Разболтает Это правда Как вы считаете Ей пишут Абсолютная правда Просто За пальчик Надо брать Плоскогубцы А вот Мужчины Хранить секреты Практически не умеют Особенно Вот Связанные С алкогольными Да Делами Я недавно Был у друга В гостях Уже возвращаюсь Ухожу от него Нажимаю кнопку лифта Да Открывается лифт Стоит Мужик Полностью Рассекречен Все Я говорю Вверх Вниз Он А Я говорю Вверх Вниз Он По кольцевой У меня У меня есть Один знакомый Его Жена Каждый день После работы Тестирует На спиртные напитки Ну что Витюшка Сегодня-то пил Нет Вить Смотри на меня Вить Смотри в глаза Витя Пил сегодня Нет Он Зин Я Я Сегодня Я Вот Она Очень Неуверенный Ответ Витя Очень Неуверенный Ну-ка Быстро Назови мне Самое Активное Экфузивное Образование С открытой Кальдерой На территории Исландии Чу-чу Рюкзак Через плечо Быстро Повтори Название Вулкана Эф-я-я-я-я-ю Кюдль Он говорит Зин Ну выпил Чуть-чуть Ну бокал Пива Ты ж Обещал Витя Сосед Витюша То в завязке То в развязке И в связи С этим Вес подъезд Обеспокоен Он не для драки Не годится Не для пляски Но в общем Витя Непонятен Как биткоин Вы знаете Есть люди Которые Не годятся Для пляски Не в трезвом Не в пьяном виде Вот я например Да Папа Меня еще лет Наверное в 6 В 7 Пытался пристроить Танцевальный кружок Но там Мне сразу Поставили диагноз Говорит Когда мальчик Танцует Особенно Когда старается Ему тут же Хочется оказать Первую медицинскую помощь Миниатюрка Называется На медни Расхип-хопила Илюшу Танцор Илюша Растанцован Не по-детски Похож он С виду На орех Который Грецкий Танцы Илюши Это Жестяная Жесть Что вы Хотите Ему 86 Бывают В жизни Ситуации Когда Весь Организм Прострации Мальчик Десяти лет Был в полной Прострации Я слышал Это по радио Эту историю Норвегии Он шел По ночному лесу И за ним Погнался волк Мальчик Бегал Очень быстро Но волк Еще быстрее Расстояние сокращается Остается метров Десять И малыш Не растерялся Выхватил мобильник И на всю громкость Включил одну из композиций Хэви метал И прям волку в морду Волк так на задние лапы И присел Отслушал первую композицию Во время второй Стал подвывать А после третий Довольный Скрылся в лесу На что моя тетя Роза Бонифатьевна Сказала Теперь понятно Для кого эта музыка Когда без пауз Волки воют По ночам То напрягаются И люди И природа Не надо нервничать Зазря По мелочам Так у волков Друзья Проходит Песня года Бывают В жизни Ситуации С очень Прекрасной Информацией Вы знаете Друзья Очень часто Информация Приходит людям По телефону Прямо во время Концерта И самый Частый ответ Лично на моих концертах Он повторяется Я не могу Сейчас говорить Я сейчас На ветрове Ну вы знаете Я засчитываю Этот ответ Только в том случае Если это Говорит женщина Кстати Недавно У меня на концерте Сидели на первом ряду Три дамы Дамы такие В возрасте Возраст такой Серии Здравствуй Осень Я готова Они хохотали Весь концерт Но одной Все время Мешал телефон Он от нас Смеется Сейчас Подсказал Я говорю Кто там Мешает вам Насладиться Творчеством Геннадия Ветрова Да Сынулька Сашулька Я говорю Че ему надо Да нервничает Когда я вернусь Я говорю Сколько Сашульке лет Она Триддесят Семь Я говорю Дайте я с ним Поговорю Клянусь Это правда Она дает мне Мобильник Я включаю Громко Говорю Саш Ты Вот да Я говорю Саша Ты маму С подругами На концерт Ветрова Отпустил Ну да Ну я Че ты нервничаешь Они все здесь Я за всеми Тремя девчонками Присмотрю Будь спокоен Такая пауза А это кто Я говорю Ветров Пауза Еще больше Мужик Я не знаю Кто ты Но шутки У тебя дебиль Бывают в жизни Ситуации С очень забавной Информацией Я интересное Фиксирую И вместе с вами Аплодирую Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому